Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжевею. Сегодня мое видео будет это перевалка Калатей в новый грунт. Как вы помните, я покупала совсем... Ну, время прошло, они у меня уже, наверное, полмесяца точно сидят в таких вот, как я их покупала. Видите, корни хорошие уже. И я говорила, как я буду пересаживать, я обязательно сниму эту пересадку. Здесь, видите, рост пошел, прям три листочка лезет. Вообще замечательно себя чувствуют Калатей. Листья чистенькие. Ну, здесь они поврежденные были, я их такие купила. А вот здесь вот это лезут уже мои листочки. Видите? Сегодня пересадочка будет двух калатей. Вот такая красотка. Вообще листья такие большие. Я же люблю листья большие, крупные. Красотка. Эту я тоже перевалю. Приготовила я им вот такие горшочки. То есть они будут ставиться вот так вот. И по ходу перевалки я расскажу, как я за ними ухаживаю и где они у меня стоят. В общем, я купила, ну, естественно, грунт, который подходит для Калатей. Там прям так и написано. И для фиала, Калатей, там и других. Там очень много прям перечислено растений. Просто я сюда добавила еще плюсом древесный уголь, перлит и вермикулит. Вот такой вот рассыпчатая такая почва получилась. Горшочки сразу большие не нужно. Дренаж и, конечно же, здесь у меня есть отверстия хорошие такие. И прям положу немножко дренажа. Дренаж обязательно ниже. Керамзин. Вот чуть-чуть дно прикрыла. И сейчас насыплю грунтом и начну переваливать. Ну, начнем вот с этой красотки. Красивые листья, когда взрослый куст очень эффектно смотрится. Прям очень. Мне прям нравится. И вот, чтобы не травмировать корни, у Калатей очень такие нежные корешочки. И их нужно не повредить. Я вот так немножко промну стаканчик и потихонечку буду выталкивать. Она, конечно, у меня вообще хорошо уже прирослата. И вот аккуратненько, аккуратненько. Отлично. Смотрите, корневая система очень хорошая. Очень. Вот желательно не повредить вот эти все волосочки. То растение может потом болеть. И я просто вот так вот ставлю. Даже можно немножко убрать. Вот так. И присыпаю. И достаточно будет ей вот этого горшочка. А на следующий год или через годик можно будет пересадить в какой-то горшок побольше. Ой, у нее прям здесь вообще лезут и лезут новые листочки. Прям вообще хорошо разрастется она. Калатей я поливаю по мере подсыхания грунта. Даже, наверное, вот если на дне немножко влажность есть, а то, может, и вообще нет. Вот она в стаканчике у меня сидела. Там же видно вообще все. И сейчас я ее достала. Она у меня сухая. И я смотрю, калатей это нравится. Она ничего, она не сушит кончики. У нее рост очень хорошо пошел. И я им устраиваю душ еще. Вот, допустим, вот сейчас после пересадки я прям при вас устрою ей душ, помою ей листочки и хорошо ее пролью. Калатей предпочитает рассеянный свет, непрямые солнечные лучи. А если вот так вот на улице, да, если, то вообще вот притяненное, допустим, вот сейчас мы сидим под деревом. И им очень хорошо так. Они и ночевали у меня сегодня здесь на улице, прям ждали пересадки. И ночевали у меня на крыльце. Ну, у нас сейчас опять погода восстановилась, жарко, ночью 22 градуса было, то есть отлично. А так калатей очень теплолюбивое растение и не любит резких перепад температур даже в зимнее время. И желательно, чтобы пол был не холодный. И не было ни в коем случае сквозняков, они этого не любят тоже. И, конечно же, раз это тропическое растение, они предпочитают высокую влажность воздуха. То есть это можно их из мелкого пулевизатора не сильно, чтобы вот прям, знаете, капель не было, а такое создать облако вот такое вот, влажное такое. И все, и на этом хорошо, там два раза пшикнул над ними, оно немножко осело, как бы рассеянный такой, обязательно из мелкого-мелкого пулевизатора. И им это нравится. Ну, или, конечно, кто пользуется увлажнителем воздуха, то, конечно, можно и поставить рядом увлажнитель воздуха. Ну, у меня нет увлажнителя воздуха. Ну, и влажность, в принципе, у меня постоянно 50-45%, а то и выше бывает, бывает и под 70%. Ну, и вторую. Сейчас перевалю. Ну, это тоже красоточка такая. Также я ее вот ровну горшочек. И аккуратно, аккуратно. О, не хочет. Вот, 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 вот. Ну, здесь вот у нас еще пенопласт. И пенопласт я, конечно, хочу убрать. Ну, вот, перевалила еще одну красоточку. Им очень здесь будет хорошо, им пока хватит здесь грунта. Грунт, тем более, свежий, питательный. И сейчас я их полью. Прям при вас устрою душ. Покажу вам, как я это делаю. Ну, летом, конечно, на улице можно это все делать. Вот из такого мелкого. Вот так вот эти листочки. Они это любят. Калатеи подвержены нападению клеща. Так что нужно просматривать листочки. Можно тряпочкой влажной, мягкой их протирать, чтобы не допустить нападения клеща. А то весь декоративный вид листьев испортится. И вот так вот я их полью, потому что они у меня были сухие. И как раз порошочки помаются. Они у меня дома стоят. Они у меня на полу находятся. В конце видео покажу вам обязательно, куда я их поставлю. Решила вот эту еще накупать. Орбифолию свою. Но пересаживать я ее не буду. Она у меня, в принципе, здесь. Недавно я ее пересаживала. Я ее просто накупаю. Они это очень любят. Ну, сейчас покажу, где они стоят у меня. Вот здесь они у меня находятся. Здесь такой рассеянный свет. Прямых лучей нет. Сверху у меня светит лампа. То есть все хорошо. Зам. директора тоже оценил пересадку. Ну, красота. У меня, конечно, еще одна есть колотейка. Которая варегатная. У нее вот раскручивается листик. Но пока я ее не буду пересаживать. Я хочу, чтобы у нее прям корешочки хорошо разрослись по стаканчику. Когда пойдет рост хороший, тогда я ее перевалю вот в этот даже горшочек. И будет хорошо. Как я и обещала, показала, как я буду делать перевалку. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok